Это Волгоград. Улица с совершенно обычным для российских городов названием – Советская. Она застроена совершенно обычными пятиэтажными домами. Здесь течет совершенно обычная жизнь. По улице идут люди, они заходят в аптеки и продуктовые магазины на первых этажах этих домов. По Советской улице ездят машины, на перекрестке с улицы Наумова по зебре идут пешеходы. Все в этой картине знакомо и понятно. Но если пройти чуть дальше и посмотреть налево, то мы увидим нечто необычное – разрушенное кирпичное здание. И это руины мельницы Гергерта, которая была уничтожена в 1942 году. Во всем городе, который в то время назывался Сталинград, тогда не осталось почти ни одного целого здания. Мельницу не стали восстанавливать, сохранив в таком виде, как напоминание о Сталинградской битве. Это была самая кровавая и жестокая битва в истории человечества. Красноармейцы и солдаты вермахта, воевавшие здесь друг против друга, описывали обстановку почти дословно одинаково – как бесконечный ад. И в этом аду решался исход Второй мировой войны. Судьба Сталинграда, а вместе с ней и судьба всего мира, зависела от полоски земли в несколько сотен метров, отделяющей гитлеровцев от переправы через Волгу. Эту полоску армия, захватившая за полтора месяца пол Европы, пройти так и не смогла. Этот фильм про Сталинград. Снять его здесь нам было непросто, но у нас получилось. Мамаев курган – высокий холм на севере центральной части города, который когда-то назывался Царицын, затем Сталинград, а сейчас называется Волгоград. Если посмотреть с Мамаева кургана на Волгу, то справа, как на ладони, будет видно весь центр города, а слева – промышленные районы и рабочие поселки. До середины 30-х на этом холме не было ничего особенного – поросший бурьяном пустырь. Затем власти решили разбить здесь парк и засадили холм молодыми деревьями. На вершине стояли водонапорные баки, снабжавшие город водой. Жители Сталинграда никогда не называли этот холм Мамаевым курганом. Они говорили «бугор», а на военных картах «бугор» и вовсе был обозначен высотой 102. Скоро эта высота превратится в настоящий ад. В течение многих месяцев тысячи советских и немецких солдат будут убивать друг друга на ее склонах – винтовками, гранатами, штыками, пехотными лопатками, голыми руками. «Бугор» превратится в настоящий курган, в огромную братскую могилу для без малого 35 тысяч красноармейцев. И наряду с островом Людниково, стеной Родимцево, домом Павлова станет одним из главных символов Сталинградской битвы. Весенняя кампания 1942 года должна была закрепить достигнутый под Москвой успех, но закончилась для Красной Армии катастрофой. Не удалось ни снять блокаду Ленинграда, ни разгромить группу армий «Центр», ни освободить Крым. Под Харьковом советские войска попали в очередной котел и были вынуждены отступать. Главным театром боевых действий стала южная часть фронта. Именно там в конце июня вермахт перешел в наступление. За считанные недели нацистам удалось захватить правобережную часть Воронежа и повторно оккупировать Ростов-на-Дону. События развивались в соответствии с директивой 41. Ее еще называют «План Блау». Директиву Гитлер утвердил еще в апреле 1942 года. Она предусматривала поход на Кавказ за нефтью. Ведь Вторая мировая война – это война моторов. Танки, самолеты, корабли, грузовики позволяют перемещать миллионные армии и побеждать в битвах и захватывать города. Но если технику нечем заправлять, она превращается просто в груду железа. Поэтому, как только Гитлер понял, что война приобрела затяжной характер, его главной целью стала не Москва, а богатые нефтяные месторождения Северного Кавказа и Закавказья. 20 апреля 1942 года Гитлеру на день рождения даже подарили торт с надписью «Каспийское море» и изображением нефтяной вышки. На кадрах кинохроники фюрер выглядит очень довольным этим подарком. Сталинград в директиве 41 тоже упоминается, но лишь как второстепенная цель. Однако фюрер, воодушевленный успехом под Воронежем и Ростовом, в июле собственноручно вносит в план исправление. Впоследствии оно ему очень дорого обойдется. Гитлер разделяет войска на две группы. Группе А приказано продолжить наступление на Кавказ, а группу Б фюрер отправляет на восток, к Сталинграду. Взятие Сталинграда было важным прежде всего в свете борьбы за нефть. Если бензин – это кровь, заставляющая биться сердце военной машины, то Волга – это артерия. Топливо из Баку, где был главный центр нефтедобычи, перевозили на танкерах через Каспийское море, а потом по Волге в центральной части СССР. Завладев Сталинградом, немцы перерезали бы этот транспортный путь. Кроме того, Сталинград – это крупнейший промышленный центр. Сталинградский тракторный завод производил танки Т-34. На заводе «Баррикады» выпускали артиллерийские орудия. Завод «Красный Октябрь» производил самую разную продукцию – от танковой брони до солдатских стальных шлемов. Кстати, Сталинград был важным железнодорожным узлом. Он связывал между собой центральные районы страны – Урал и Республики Центральной Азии. Не последнюю роль сыграла география города. За Сталинградом расположена прикаспийская низменность. Степи – это прекрасная местность для танкового прорыва в самый тыл Советского Союза. А организовать оборону в степи очень сложно. Поэтому Гитлер потребовал от группы армии «Б» взять Сталинград. И чем скорее, тем лучше. Выполнить задачу предстояло 6-й армии, воевавшей ранее в Бельгии и Франции, взявшей Киев, участвовавшей в успешной Харьковской операции. К началу Сталинградской битвы в ней было около 300 тысяч человек, 400 танков, 3500 орудий, но впоследствии численность 6-й армии только наращивалась. На поле боя ее поддерживали румынские, итальянские и венгерские армии, а также части из Словакии. Командовал 6-й армией Фридрих Вильгельм Эрнст Паулюс. Блестящий стратег, один из разработчиков плана «Барбаросса». Этот человек сделал при нацистах стремительную карьеру от простого майора до претендента на звание генерал-фельдмаршала. И это всего-то за 9 лет. Маршалский жезл Паулюса лежал на берегу Волги. Оставалось только пойти и взять его. Советское командование не планировало сдавать Сталинград без боя. Они прекрасно понимали стратегическое значение города. Но, чтобы дать бой в Сталинграде, нужно было сначала остановить стремительное отступление Красной Армии, которое больше напоминало бегство. Сталин использовал привычные ему репрессивные методы. 28 июля 1942 года он выпустил приказ номер 227, известный под неформальным названием «Ни шагу назад». Приказ требовал бороться с паникерами и трусами, для чего при частях и соединениях создавались заградотряды, штрафные роты и штрафные батальоны. Ничего принципиально нового в приказе 227 не было. Заградотряды в Красной Армии появлялись и раньше. А Гитлер, аналогичный по смыслу приказ, издал аж на полгода раньше, в декабре 1941, во время отступления вермахта из-под Москвы. Тем не менее, приказ «Ни шагу назад» помог наладить дисциплину в отступающей армии. Ситуацию удалось переломить. Красная Армия перестала бежать и начала обороняться. Остановить Паульса должны были Юго-Восточный и Сталинградский фронт. У Красной Армии был здесь даже небольшой численный перевес над немцами. Но советские войска растянулись по линии фронта протяженностью в 500 километров, а Паульс наносил точечный удар именно по Сталинграду. Непосредственно на переднем крае излучины Дона нацистам противостояли лишь две советские армии, 62-я и 64-я. Почти месяц эти две армии сдерживали врага. Именно их сопротивление вынудило Гитлера в конце июля снять с кавказского направления и отправить на помощь Паульсу танковую армию Гота. Еще 110 тысяч человек и сотню танков. Силы были слишком неравны. Вблизи Калача 62-я армия угодила в окружение и понесла тяжелые потери. Командующий Владимир Калпакчи был снят с поста. Чуть позже эту должность получит генерал-лейтенант Василий Чуйков, который станет главным действующим лицом обороны Сталинграда. Чуйков во многом был противоположностью Паулюсу. У Паулюса была репутация человека осторожного, не начинающего действовать без детально проработанного плана. Паулюс не любил брать на себя ответственность и нарушать приказы. В Сталинграде эти качества сыграют против него. Чуйков же, напротив, любил импровизировать, принимать неожиданные решения. Он часто повторял слова Александра Суворова «Удивить – значит победить». Чуйков был человеком прямым, жестким, даже жестоким. Он мог без загрузения совести отдать под расстрел запониковавшего комбата, мог открыто и на доступном русском языке объяснить командующему фронтам, почему его приказ невыполним. Чуйков отличался и личным мужеством, всегда стремился находиться на передовой, в самом пекле. Уже в Сталинграде после бомбардировки командующий 62-й армией обозначил местоположение своего штаба так «Я там, где больше всего дыма и огня». Много дыма и огня было и в излучине Дона. Один из советских фронтовиков позже описывал событие так. «Позиции наших стрелковых подразделений местами проходили по полям переспелых хлебов, и гитлеровцы перед атаками поджигали их, чтобы едким дымом выкуривать нас из окопов и траншей. К тому же создавалась дымовая завеса, под прикрытием которой враги шли в атаку. Трудно было под плотным неприятельским огнем и в дыму хлебного пожарища удержаться на позиции». Удержаться в итоге не удалось. Уцелевшие части 62-й и 64-й армии отступали за Дон. Вместе с тремя танковыми корпусами и 10-й дивизией НКВД им предстояло принять бой непосредственно в Сталинграде. 21 августа немцы форсировали Дон и смогли захватить плацдарм на восточном берегу. Они навели переправу, и гитлеровские танки двинулись к Волге. 23 августа 1942 года. Воскресенье. День обещал быть жарким. На улицу, как вспоминал один из очевидцев, высыпало много народу – взрослых и детей. Их глазам предстала невиданная до того картина. С запада, с могучим нарастающим гулом, надвигалась невероятная черная туча с уже ясно различимыми впереди самолетами. Они шли низко, и количество их было несметным. Глухоревя натруженными моторами, до предела нагруженные бомбами, тучи самолетов медленно надвигались на нас, как гигантский бульдозер. Для Сталинграда воскресенье 23 августа стало днём, который разделил его историю на до и после. Утопающий в зелени город за полчаса превратился в преисподнюю. В тот день в воздух поднялись около тысячи немецких самолетов 4-го воздушного флота, в основном бомбардировщики Хенкель 111 и Юнкерс 88. Флотом командовал генерал-полковник Вольфрам фон Рихтгоффен из легендарной немецкой династии лётчиков-асов. Его двоюродный брат Манфред по прозвищу Красный Барон самый результативный ас Первой мировой. А авиасоединение Вольфрама Рихтгоффена было самым мощным в Люфтваффе на всем Восточном фронте. Сталинград в основном был застроен небольшими деревянными домами. Кирпичных и бетонных или каменных построек было не так много и в основном в центре города. Часто между многоэтажными домами стояли деревянные. Когда на город упали зажигательные бомбы, Сталинград просто вспыхнул, как спички. Люди бежали к Волге, скрывались в бомбоубежищах и подвалах домов, во врагах, даже в канализационных трубах. Весь город был в дыму. Те, кто пытался спрятаться от падающих с неба бомб в укрытиях, часто погибали от удушья. Загорелись нефтехранилища на берегу Волги. Огненный столб поднялся в небо почти на 600 метров. Пылающая нефть разлилась по реке. Люди, пытавшиеся спастись в плавь, задохнулись и сгорели прямо на воде. 80% домов в центре города было уничтожено в первый же день бомбардировок. Деревянные районы превратились в пепелище. Многоэтажные дома обрушились, погребая под обломками целые семьи. Нарядные улицы Сталинграда были перепаханы воронками от взрывов авиабомб. Немецкий воздушный флот сделал в тот день 2000 вылетов. Подсчитать число погибших именно в тот день, 23 августа, невозможно, поскольку следующим же утром бомбардировки повторились. Пока самолеты Рихтгофена бомбили Сталинград, танки 6-й армии окружали город. До того они прошли по степи десятки километров, не встретив никакого сопротивления. Днем, 23 августа, 14-й танковый корпус генерала фонд Виттерсгейма был уже на северных окраинах Сталинграда, в районе тракторного завода. Казалось, что объятый пожарами город будет взят вот так вот, буквально с марша. Но этого не случилось. На бой с немецкими танками вышли зенитчики 1077-го артиллерийского полка, а точнее зенитчицы. Расчеты в основном состояли из молодых девушек. Их задачей было прикрывать от авианалетов заводскую часть Сталинграда. А теперь зенитчицам пришлось направить орудия на немецкие танки, рвавшиеся в город. Появление очага сопротивления стало неожиданностью для Виттерсгейма. Он запросил поддержку с воздуха. Бомбардировщики и истребители атаковали зенитные батареи, оказавшиеся беззащитными. У зенитчиц ведь был приказ в первую очередь бороться с танками. Основные силы 62-й армии занятий барона в городе тогда еще не успели. На помощь артиллерийскому полку пришли рабочие тракторного завода. Два танка и три обшитых броней трактора. Столь малочисленным отрядом, конечно, остановить наступление вермахта было невозможно. Лишь замедлить ценой собственной жизни. Почти все, кто тогда принял бой на северных окраинах Сталинграда, погибли. К концу дня немцам удалось отрезать Сталинградский фронт от тех войск, что остались в самом Сталинграде. Передовые части гитлеровцев вышли к Волге, к северу от города. Одновременно с этим на юге силы 4-й танковой армии Германа Готта замкнули кольцо окружения. Спасать город Сталин отправил двух своих лучших военачальников, Жукова и Василевского. Они попытались деблокировать Сталинград ударами извне. С севера и юга на немцев обрушились контрудары. Часть войск перебросили на Волгу из-под Воронежа, где ситуация была спокойнее. Но операция была подготовлена плохо. И прорвать кольцо осады не получилось. Потеряв десятки тысяч бойцов и сотни танков, Красная Армия сумела продвинуться лишь на несколько километров. Однако эта контратака убила надежды немцев на взятие Сталинграда с колес. На некоторых участках даже заставила перейти к обороне. Почти на две недели на фронте наступило затишье. Не понимая реальной обстановки, командование бомбило командующего немецким наступлением Паулюса приказами, требуя немедленно захватить Сталинград. 12 сентября Фридрих Паулюс был вызван в ставку Вервольф под Винницей, где фюрер высказал ему свое недовольство и потребовал отчета о причинах промедления. Паулюс оправдывался тем, что его армия понесла серьезные потери во время боев в излучине Дона, что ей приходится сдерживать советские контратаки на левом фланге, что союзные армии, итальянские, румынские и венгерские воюют недостаточно эффективно. Ввиду состояния войск, измученных боями, а также русского сопротивления, я не могу назвать окончательный срок взятия Сталинграда, вот что ответил Паулюс фюреру. Гитлер же снова потребовал как можно быстрее захватить город, чтобы затем развернуться к северу, окружить и уничтожить войска Советского Сталинградского фронта. Времени терять было нельзя. Ранним утром 13 сентября Вермахт начал наступление на центральные районы Сталинграда. Противостояли ему те же 62-я и 64-я армии, изрядно потрепанные в боях на подступах к городу. В 62-й армии было меньше 50 тысяч человек. У нее оставалось лишь 60 танков, многие из которых использовались только в качестве неподвижных огневых точек. Взглянем на карту города. Сталинград узкой полоской вытянут вдоль высокого берега Волги. Задача немецких войск была предельно проста. Нужно было пройти лишь несколько кварталов и выйти к реке. После этого красноармейцы оказались бы прижаты к кромке воды. Им пришлось бы сдаться или погибнуть. Основные силы 62-й армии заняли центр города и территорию тракторного завода, заводов Красный Октябрь и баррикады. 64-я армия оборонялась в южной части города. Командный пункт Чуйков устроил на Мамаевом кургане, откуда у командующего был великолепный обзор и возможность контролировать ход битвы с высоты. Совсем скоро этот холм превратится в филиал ада на земле. Начальник штаба 62-й армии Николай Крылов запечатлел последние мгновения прежней жизни Мамаева кургана. Некрутые склоны и плоские сверху горбины кургана поросли степными травами, уже высохшими и побуревшими. Где группами, а где редками стояли молодые, не набравшие еще силы деревца, должно быть посаженные за несколько лет до войны, во Вражке, близ штабных землянок, журчал невидимый за кустами родник. В первые послевоенные годы Мамаев курган был черным даже летом. Не то что деревца, даже трава на пропитанной порохом и кровью земле вырастет далеко не сразу. 13 сентября в 4.45 утра по берлинскому времени вермахт переходит в наступление. Начинается первый штурм Сталинграда. Солдаты Паулюса рвутся в первую очередь к Мамаеву кургану. На позиции советских войск на высоте 102 обрушится град артиллерийских снарядов. Чуйкову приходится перенести свой пункт управления на нескольких машинах, объезжая воронки от взрывов. Командование 62-й армии перебирается в центр города. Но события развиваются так быстро, что уже в следующие дни штаб снова окажется на передовой. К 15 сентября линия фронта проходит непосредственно по городским улицам. Идут тяжелые бои за железнодорожный вокзал, расположенный на пересечении двух крупных улиц вблизи центральной площади Сталинграда. Крайне важный объект для обороны города. Многие здания по нескольку раз переходят из рук в руки. Западный склон и вершина Мамаева кургана взяты немцами. До Волжской набережной остаются сотни метров. От наших частей, действовавших в центре армии, почти ничего не осталось, напишет потом Чуйков о событиях тех дней. На южном фланге обороны ситуация не лучше. Сюда направлен удар 4-й танковой армии Германа Гота. Она выходит к Волге в районе Купоросного. Теперь 62-я армия отрезана от 64-й. Казалось, спасти защитников Сталинграда могло только чудо. И у чуда есть имя. 13-я гвардейская стрелковая дивизия генерал-майора Александра Радимцева. Ее основу составляли десантники, закаленные в боях под Курском и Харьковом. Весной 1942 года это соединение было отправлено на восточный берег Волги для переформирования, которое к сентябрю еще не закончилось. Однако времени больше не было. Недоукомплектованная 13-я стрелковая дивизия совершила марш-бросок по Заволжским степям и к середине сентября оказалась напротив Сталинграда. С севера, юга и запада город был блокирован гитлеровцем. Для снабжения воюющих войск и переброски подкайп-линий оставалась только одна сторона — восточная. Правда, с ней была очевидная проблема. Чтобы попасть в город, требовалось сначала пересечь Волгу. Река простреливалась с немцами, и переправляться можно было только ночью. Переправляясь, нельзя было разговаривать и курить. Любой звук или отблеск огня сразу же привлекал внимание врага. А дальше ситуация развивалась, как в поэме Твардовского. Василий Теркин. Было так, из тьмы глубокой, огненный взметнув клинок, луч прожектора протоку пересек наискосок и столбом поставил в воду вдруг снаряд. Понтоны в ряд, густо было там народу, наших стриженных ребят. И увиделось впервые, не забудется оно. Люди теплые, живые, шли на дно, на дно, на дно. Основные переправы располагались между причалами на городской набережной в центре города и поселком Красная Слобода. Позже возникнет другая важная переправа в шести километрах к северу от основной, между Сталинградскими заводами и устьем реки Ахтубы. Эта переправа будет наиболее активна в октябре-ноябре, когда перевозка людей и техники к центральной набережной станет почти невозможна из-за постоянных обстрелов. Переправлялись на всем, что могло держаться на воде — баржах, буксирах, рыбацких лодках и обычных плотах. Но основным транспортом были бронекатера. Несмотря на название, броня у них была тонкая и к тому же защищала лишь шурупку и машинное отделение. А борт катера можно было пробить обычной пулей. Времени на ремонт не было. Пробоины попросту затыкали деревянными клиньями, которые матросы в шутку называли «морской сваркой». Днём экипажи бронекатеров укрывали их от гитлеровской авиации в Волжских протоках, а ночью выводили на работу — доставлять в город подкрепления и грузы и увозить из города раненых бойцов и мирных жителей. Бронекатера стали большой проблемой для немцев. За ними шла настоящая охота. Катер БК-31 артиллеристы под командованием обер-лейтенанта Виганда Вюстера выслеживали аж несколько дней, запоминая его обычный маршрут и пристреливая определенные участки на реке. В ночь на 9 октября, когда БК-31 оказался в нужной точке, гитлеровцы открыли шквальный огонь и потопили катер. Погиб почти весь экипаж. А вот сам Вюстер в Сталинградской битве выживет и попадет в плен. После войны он проведет 7 лет на принудительных работах, в том числе и в Зеленодольске, где был построен уничтоженный им бронекатер. Всего за время битвы до самого оледенения Волги в Сталинград бронекатерами будет переправлен около 90 тысяч солдат и командиров и 13 тысяч тонн грузов. А вот тяжелую артиллерию Чуйков, наоборот, эвакуировал на Восточный берег. Это была одна из самых его успешных импровизаций. В условиях городских боев быстро перемещать пушки между позициями было невозможно. Да и с подвозом боеприпасов возникла бы проблема. В критические моменты Сталинградской битвы огонь артиллерийских батарей с противоположного берега Волги не один раз приходил на помощь, накрывая позиции гитлеровцев. Но вернемся в раннее утро 15 сентября. 62-я армия ведет бой в развалинах Сталинграда. Но дела ее плохи. Гитлеровцы рвутся к Волге, и остановить их, кажется, уже невозможно. На помощь Чуйкову идет дивизия Родимцева. Переправляться через Волгу ее бойцам приходится под огнем. Один из них опишет эти события так. В 2 часа ночи к берегу подошел катер. Погрузилось примерно 100 человек. Когда доплыли до середины Волги, немцы услышали мотор нашего катера и открыли огонь. До берега оставалось метров 50, когда снаряд попал в наш катер. Я быстро снял с себя все, что только возможно снять, кроме гимнастерки и брюк. И с одним автоматом и с двумя гранатами прыгнул в Волгу. С трудом, но все-таки доплыл. Таких счастливчиков набралось не более 30 человек. А остальные пошли на дно. Но и тем, кому удалось избежать такой участи, было не сильно легче. В бой приходилось идти сразу же, едва вступив на берег. В первое же утро гвардейцы Родимцева включаются в битву за железнодорожный вокзал. Целый батальон уходит на штурм здания и уже не возвращается. В эти дни вокзал будет 13 раз переходить из рук в руки, а в итоге останется у немцев. Однако появление бойцов 13-й дивизии в центре Сталинграда позволило стабилизировать ситуацию. Треть из них погибли за первые несколько дней. Но продвижение немцев было остановлено. Их удалось отбить от Волги. Дивизии Родимцева закрепились в городе. Бои идут буквально за каждый дом. Кстати, за моей спиной пусть и скромный, но по-своему уникальный памятник. В действительности он часть огромного мемориала. Вскоре после войны в начале 50-х по всему Сталинграду на протяжении 30 километров установили 25 башен от танков Т-34-76. Многие из этих боевых машин были произведены как раз на Сталинградском тракторном заводе. 25 76-мм танковых орудий направлены в ту сторону, откуда в дни Сталинградской битвы наступали немцы. Каждая из них установлена не в случайной точке. Оно обозначает место максимального продвижения гитлеровских войск. Правда, до наших дней дошли не все, сейчас их 17. Но это по-прежнему один из самых оригинальных военных памятников в мире. Сталинградская битва — это прежде всего именно городские бои. Преимущество в танках и артиллерии не имело здесь большого значения. А обычные дома превращались в настоящие крепости, которые могли сражаться месяцами. И гитлеровцы, и красноармейцы старались завладеть зданиями. В первую очередь с мощными кирпичными или каменными стенами, глубокими подвалами, железобетонными перекрытиями. Несколько расположенных рядом зданий превращались в узлы обороны. Там размещались гарнизоны, которые поддерживали друг друга перекрестным огнем. Оттуда уходили в бой штурмовые группы, захватывать другие здания. Вместо винтовок штурмовики вооружались пистолетами-пулеметами, гранатами, штык-ножами и пехотными лопатками. У некоторых групп с собой были огнеметы, чтобы выжигать врагов из подвалов и укрытий. В декабре 42-го и январе 43-го, пока еще гремела Сталинградская битва, штаб армии Чайкова подготовил подробные на 14 листах методические рекомендации по ведению уличных боев на основании накопленного опыта. Вот что штаб советует делать тем, кто штурмует вражеский узел обороны. «Врывайтесь в дом вдвоем. Ты до граната. Оба будьте одеты легко. Ты без вещмешка, граната без рубашки. Врывайся так. Граната впереди, а ты за ней». Боец попадает в лабиринт комнат перекрытий полных опасностей. Не беда. В каждый угол гранату. Вперед. Очередь автомата по остаткам потолков. Мало. Гранату. И опять вперед. Другая комната. Гранату. Поворот. Еще гранату. «Бой внутри дома бешеный. Ослепляй противника всячески. А сам бей из темноты его. Будь готов к неожиданностям». Захватил дом. Начинай сооружать ходы сообщения. Новые огневые точки. Траншеи. Так, в районе площади 9 января бойцы дивизии Родимцева заняли два зеркальных четырехэтажных дома. В первом закрепилось отделение лейтенанта Заболотного. Во втором — сержант Яков Павлов со своими бойцами. Позже к Павлову пробилось подкрепление с лейтенантом Иваном Афанасьевым. Взять эти дома с помощью пехоты немцы не могли. Все подходы были заминированы. Площадь прострелилась насквозь. Их решили разрушить с помощью артиллерии. Дом Заболотного был уничтожен. Все его защитники погибли. Дом Павлова выстоял и стал одним из символов Сталинградской битвы. Его оборона продолжалась 58 дней. Сейчас здесь вот такой вот мемориал. Сложно поверить, но все это время в подвале дома прятались гражданские. Другим символом стала расположенная неподалеку от дома Павлова мельница Гергерта. Это было единственное многоэтажное здание в районе центральной набережной, оставшейся в руках советских солдат. Мельницу тоже сильно бомбили, но разрушить так и не смогли. Защитников спас прочный железобетонный каркас. На юге Сталинграда местом сражения стал возвышающийся над округой большой элеватор. В течение нескольких суток около 50 советских защитников здания, будучи отрезанными от остальных сил, отразили десятки штурмов. Бои шли за каждый этаж, и только 22 сентября элеватор был захвачен. Паулюс посчитал взятие элеватора столь важным событием, что решил сделать изображение здания символом поверженного Сталинграда. Он даже лично нарисовал эскиз для нарукавного щита. Этим знаком должны были после падения города отметить всех, участвовавших в его штурме. У немцев тоже были свои узлы обороны, державшиеся месяцами. Так называемые дома специалистов на берегу Волги, здания Госбанка, Г-образный дом и многие другие. Тысячи красноармейцев погибли в попытках отбить эти здания. На Мамаевом Кургане в огневые точки превратились расположенные на вершине железобетонные водонапорные баки. Из них по наступающим войскам ввели огонь минометчики и снайперы. Зачастую невозможно было понять, кому принадлежит та или иная постройка. Бывало, что в одном и том же здании целыми сутками находились и русские, и немцы. Немцы могли укрываться в завальным арматурой и кирпичами подвале, русские на втором этаже, а над ними под крышей могло прятаться другое подразделение вермахта, не имея возможности ни спуститься, ни выбить противников из укрытия. Вот отрывок из воспоминаний советского артиллериста. Мы сражались за дом, захватили первый этаж, выкопали вдоль стен окопы, а на втором были немцы. Они кидали нам через дыру в потолке гранаты, но мы выстрелами старались не подпускать их. Пару дней мы, кроме сухарей, ничего не ели, и тут нам доставили термос с горячим питанием. Один солдат, сибиряк, поставил котелок с долгожданным супом на бруствер, но тут немцы бросили очередную гранату, и его котелок взрывом опрокинуло. У него произошел взрыв бешенства, он схватил автомат и буквально ринулся на второй этаж. За ним бросились еще два солдата, и наверху начался бой. Те двое, кто побежали за ним, погибли. А он застрелил всех шестерых немцев, которые там находились. У немецких пехотинцев схватки за каждый дом вызывали ужас. Гитлеровцы окрестили рукопашные бои в разрушенных зданиях, подвалах и канализационных колодцах крысиной войной. При этом дрались они отчаянно. Чайков позже признается в мемуарах. Мы видели и храбрость, и героизм противника, хотя и бессмысленные. Отвагу, хотя и неуместную. Умение организовать наступление в городских условиях и упорство в достижении цели. Самым невероятным кажется тот факт, что в городе на тот момент все еще оставалось гражданское население. Невозможно представить, как в этом аду удавалось выживать обычным людям. У солдат и офицеров обеих сторон было пусть скудное, но более-менее регулярное питание. У мирных жителей не было ничего. До войны население Сталинграда составляло 450 тысяч человек. Но к лету 42-го года город заполонили эвакуированные граждане из западных областей страны. Тысячи детей. По примерным подсчетам, к началу боев на ближних подступах к Сталинграду в городе находилось от 800 тысяч до миллиона человек. И они оказались в ловушке. Эвакуация жителей Сталинграда не была проведена вовремя. Массовая эвакуация началась только 25 августа, через два дня после чудовищной бомбардировки. Когда танки Паулюса уже прорывались к заводским окраинам. К этому времени из города были вывезены лишь 100 тысяч человек. Как часто бывало в СССР, ценность человеческой жизни зависела от ведомственной принадлежности. В первую очередь эвакуации подлежали номенклатурщики, руководители партийных и государственных органов и члены их семей. Во вторую очередь эвакуировали инженеров и других ценных специалистов. И лишь затем всех остальных. Эвакуация проходила крайне медленно. На переправах царила паника. Люди не помещались на немногочисленные плавательные средства. Почти все речные суда были реквизированы для нужд армии. Необходимо было доставлять в город военных и технику, вывозить раненых. Вот так описывала одна из жительниц Сталинграда, творящаяся на набережной. Народ валом давя друг друга стал карабкаться на баржу по сходнему. А когда рухнул под нами причал, то я машинально вцепилась руками в брючины впереди идущего мужчины, который держал на руках маленького ребенка. Но сам он успел одной рукой держаться за сходню. Потом как-то изловчился, достал из кармана перочинный ножик и вырезал те места брюк, за которые я держалась. С этими лоскутами в руках, потеряв от страха сознание, я пошла ко дну. Очнулась я на берегу среди таких же утопленников, как и я. Уже взобравшись на крутой берег, мы услышали гул самолета. А когда посмотрели в сторону Волги, то та самая баржа горела ярким пламенем, как и люди с нее, барахтаясь в разлившиеся нефтяные лужи. Переправляться через Волгу было так же опасно, как и оставаться в Сталинграде, потому что летчики Люфтваффе бомбили все суда, пересекавшие реку. В ходе очередного налета был уничтожен теплоход Иосиф Сталин, перевозивший жителей в Куйбышев, в Самару. На борту было около 1200 человек, лишь 200 удалось выжить. К 14 сентября, когда немцы прорвались в центр города, там оставалось 150-200 тысяч мирных жителей. Кто-то из них влился в ряды ополчений и сражался вместе с бойцами 62-й или 64-й армии. Кого-то нацисты угнали в Германию или отправили в концлагерь в Белой Калитве. Многие сами ушли на запад. Там тоже были оккупанты, но хотя бы не грозило смерти случайного снаряда или пули. К октябрю 42-го года в Сталинграде остались около 15 тысяч мирных горожан. Они пытались выжить в подвалах разрушенных зданий, подземных коммуникациях и в пещерах, вырытых на склонах Волги. Это Серафима Воронина, жительница Сталинграда. До войны она работала учительницей. После того, как ее дом был уничтожен авиабомбой, ей пришлось перебраться жить во враг. В дни битвы Серафима продолжала вести дневник, описывая бои в городе. Наш район не узнать. Все вспахано, бугры и ямы. Страшно смотреть на улицу. Идет бойня, истребление людей. Это безобразная война. Воюют в городах, селах, превращая все в развалины, уничтожают мирное население. Что нас ожидает? Будем ли живы? Боже мой, как все устали и настрадались. С водой плохо. Едим один раз в день. В пятницу был такой страшный бой. Думали, что не останемся живыми. Вылезаем из щели только вечером. И так страшно. Так страшно. Это записи от середины сентября. В октябре дневник Серафимы обрывается. Девушка получила смертельное ранение. Воспоминания сталинградцев похожи на рассказы жителей блокадного Ленинграда. Главной их проблемой был поиск еды. Некоторые жители ходили на развалины бывшего кожзавода и вырубали топором из ям просоленные и мороженые шкуры. Такую шкуру варили, а затем пропускали через мясорубку. Полученную студенистую массу ели. Шел в пищу и клей. Из него пекли лепешки. Жители южной части города по ночам пробирались на тот самый элеватор, где, если повезет, можно было разжиться горелым зерном. В Сталинграде даже поход за водой был испытанием. Если удавалось избежать снайперской пули или подрыва на мине, то ведро с вожделенной водой запросто могли отобрать военные. Сразу после окончания битвы в освобожденный Сталинград прибыл в качестве корреспондента поэт Константин Симонов. Он был потрясен. Мы ехали по мосту через один из оврагов, пересекающих город. И я никогда не забуду зрелище, которое предстало перед моими глазами. Овраг, весь изрытый пещерами, кишел жизнью, как муравейник. Входы в пещеры были закрыты обугленными досками и тряпьем. Женщины собирали и использовали все, что могло пригодиться. Корреспонденты ходили по маленьким тропкам среди мин и встречали людей, потерявших память, боявшихся собственного голоса. Встречали мальчиков и девочек с белыми отседины висками. По подсчетам городских властей, когда Красная Армия освободила Сталинград от немцев, в нем находились лишь 7 655 оставшихся в живых жителей. И немецкие, и советские войска несли в уличных боях огромные потери. Приходилось постоянно перебрасывать в город свежие подкрепления, и если для резервов вермахта дорога в Сталинград была открыта с запада, то советскому командованию приходилось использовать все тот же единственный путь с переправой через Волгу. Советские части, как и прежде, во время переправы дивизии Родимцево, начинали переправу в Сталинград с наступлением темноты. Накануне, при свете дня, бойцы видели город с противоположной стороны. Он постоянно был озарен огнем пожаров. Невозможно было понять, что там происходит. От руин разрушенных зданий доносилась стрельба и взрывы. 18-19 сентября в южную часть города переправляют 92-ю стрелковую бригаду, состоявшую из моряков, североморцев и балтейцев. Внезапное появление в Сталинграде 6 тысяч бойцов становится неожиданностью для вермахта. Тем не менее, силы все еще слишком неравны. Через неделю боев 92-я бригада оказывается прижата к Волге. Даже оказавшись в окружении у реки, морские пехотинцы продолжают сражаться. Хотя их фактически бросили на произвол судьбы, не наладив поставки продовольствия и боеприпасов. А когда 26 сентября выясняется, что командир бригады, подполковник Тарасов и старший комиссар Андреев решили без приказа перенести свой штаб на остров Голодный, Чуйков, не колебаясь, отдает их под трибунал. Тарасов и Андреев будут расстреляны за отступление. 92-я бригада перестает существовать. За считанные дни Сталинградская битва поглотила целое свежесформированное соединение. На север, в район заводов, переброшена 95-я стрелковая дивизия и 137-я танковая бригада. Танковой ее, правда, можно назвать лишь условно. Через Волгу перевезли только 10 машин. Почти все танкисты сражаются в пешем строю, как обычные стрелки. Свежие силы Чуйков бросают в контратаку. Главной задачей стал штурм Мамаева Кургана. Эту высоту и Чуйков, и Паулюс считали ключом к обороне города. Техника здесь не поможет. Все решает пехота. Бойцов отправляют в лобовые атаки по склонам Кургана. Потери огромные. Одна лишь 95-я стрелковая дивизия потеряет за неделю больше 5000 человек. То есть половину состава. Ценой невероятных усилий вершину Кургана удается отбить. 21 сентября в Сталинград переправляют 284-ю стрелковую дивизию Николая Батюка. Дивизия эта была сформирована еще в декабре 41-го года в Томске. В ней в основном состоят недавно мобилизованные сибиряки. Подполковник Николай Батюк отважный и умелый командир. Он получил от своих солдат прозвище Огнеупорный. Потом будут рассказывать, что Чуйков неоднократно требовал от Батюка поставить заградотряды. Но Батюк недоумевал. Зачем? За стойкость людей своей дивизии я ручаюсь, отвечал он. У меня даже раненые не хотят покидать передовую. Зачем же для таких надежных бойцов и командиров заградотряд? Дивизии Батюка предстоит сражаться за ММФ Курган до самого конца Сталинградской битвы. Его бойцы превратят выходящий к Волге восточный склон холма в настоящую крепость. Со сложной системой окопов, огневых точек, блиндажей и не позволят немцам сбросить себя в реку. Будут постоянно контратаковать. Одновременно контрнаступление на севере по направлению к городу начинает Сталинградский фронт. Красная армия наступает прямо по голой степи под ударами артиллерии на укрепленные позиции немцев. Удар быстро отбит с большими потерями для наступающих, но этот маневр сковывает силы вермахта и не позволяет перебросить резервы на Сталинградские улицы. В следующие недели и месяцы каждый раз, когда ситуация в городе будет ухудшаться, Красная армия снова и снова будет переходить в наступление с севера или с юга от Сталинграда. Без особой надежды на успех. Бои в городе не прекращались ни на одну минуту. Но в центре Сталинграда, где сражается 13-я гвардейская дивизия, сложилось хрупкое равновесие. У Родимцева не хватало сил выбить немцев из центра, а у немцев не получалось сбросить войска Родимцева в Волгу. Положение Родимцева можно оценить вот по этой карте, которую штаб дивизии составил 27 сентября, в самом конце первого штурма Сталинграда. Гвардейцы контролируют тоненькую полоску берега Волги. В некоторых местах это буквально один-два дома, а точнее одна-две развалины домов. Позиции батальона, отправившегося штурмовать вокзал, перечеркнуты. Больше нет надежды, что кто-то оттуда вернется. Центр города гитлеровцам прорываться большого смысла нет. Здесь идет крысиная война, схватка за подвалы и разрушенные здания. Совершить отсюда массированный прорыв красноармейцы не могут. К тому же немцы держат под прицелом центральную переправу. Теперь использовать ее для переброски подкреплений почти невозможно. Даже ночью. германское командование изменяет направление главного удара. Новой целью гитлеровцев становятся заводы к северу от города. Обширная промышленная территория, на которой находятся завод «Красный Октябрь», тракторный завод и завод «Баррикады». Там оставались очаги сопротивления 62-й армии. Туда же Чуйков перенес свой штаб. Именно там, к северу от города, начала работать новая переправа. К тому же, даже после массированных авианалетов, «Красный Октябрь» все еще продолжал функционировать, ремонтируя танки и реактивные системы «Катюша». Поэтому, когда 27 сентября начался второй штурм Сталинграда немцами, командование потребовало от Паулюса захватить территорию заводов и закрепиться на Волге. Через три дня Гитлер, выступая в Рейхстаге, скажет «Мы штурмуем Сталинград и возьмем его. На это вы можете положиться. Если мы что-нибудь заняли, оттуда нас не сдвинут». К началу октября немцам удается занять большую часть завода «Красный Октябрь». Одновременно они вновь отбивают высоту 102 и закрепляются в водонапорных баках на вершине Мамаева кургана. В руках красноармейцев остается только восточный склон, в который буквально вросла дивизия Батюка. Курган покрыт телами советских и немецких солдат, погибших под обстрелами и в рукопашных схватках. Вот как описывает бои за высоту 102 ефрейтор Франц Рейхмбегер. Во время штурма Мамаева кургана наша седьмая рота шла впереди всех. Перед атакой нас было больше 80 человек. К вечеру, когда удалось овладеть высотой, в живых осталось 12. Мы смогли подсчитать потери лишь во время ужина, после того, как повар приволок в окопы термос с горячей едой. Он стал раскладывать кашу черпаком, считая котелки, чтобы ужина хватило на всю роту. После 12-го котелка наступила пауза, хотя термос не опустел даже на четверть. Повар спросил, а где остальные, почему нет котелков? Мы объяснили, что за кашей больше никто не придет. Повар растерянно разглядывал термос, который с таким старанием и отвагой тащил на высоту 102. Пытался спросить что-то еще, но потом обхватил голову руками. И заплакал. Натиск гитлеровцев был очень силен. Глубина обороны советских войск от линии фронта до Волги на некоторых участках измерялась буквально сотнями метров. На 1 октября в распоряжении Чуйкова были лишь 40 тысяч бойцов на огромном 20-километровом участке вдоль реки. от полного уничтожения 62-ю армию спасали постоянно пребывающие из-за Волги подкрепления. Одним из таких подкреплений стала дивизия десантников Виктора Ролдева, одного из пионеров основателей советских воздушно-десантных войск. Его воздушно-десантный корпус преобразовали в стрелковую дивизию и бросили в бой в качестве пехоты. Продвижение немцев удается остановить. На второй неделе октября наступает затишье. Но это затишье временное. Германское командование не оставляет надежд окончательно взять Сталинград. Захват развалин города уже потерял для Гитлера прежнее стратегическое значение. Ведь пробиться к кавказской нефти не удалось. Сломить волю Красной армии к сопротивлению тоже не удалось. А судоходство по Волге и так было прервано выходом немцев к реке к югу и северу от города. Однако теперь взятие Сталинграда это единственный шанс фюрера положить в карман хоть какой-то звучный успех на Восточном фронте. Ведь на других направлениях летняя кампания вермахта провалилась. Наступила распутница. Нужно было готовиться к зиме. Активные маневры заканчивались. 14 октября 42 года Гитлер издает приказ о переходе к обороне везде, кроме Сталинграда. В тот же день 14 октября начинается новый штурм. Самый мощный и страшный за все время обороны города. Главной целью стал тракторный завод. Это северный фланг 62 армии. До сих пор немцы его не атаковали, но теперь стремятся уничтожить. Авиация и артиллерия превращают завод в груду дымящихся обломков. Танки Паулюса проходят через разрушенные цеха и оказываются на берегу Волги. Оборону здесь держат десантники Желудева. Ситуация для них становится критической. Сам генерал Желудев с пистолетом-пулеметом в руках сражается на передовой. 15 октября журнал боевых действий 62-й армии характеризует состояние его дивизии как полностью утратило свою боеспособность, то есть уничтожена. Вся 62-я армия оказалась в критическом положении. Она разрезана надвое. 16 октября бои идут уже в 300 метрах от штаба Чуйкова. В бой вступают все, кто мог держать в руках оружие. Писари, связисты, переводчики. Вот скупые строки из донесения штаба армии командующему фронтом Андрею Еременко. К исходу дня противник овладел заводом СТЗ и Минусинской улицей. Вводом новых сил пытался развить удары на юг. Фронт армии разобщен у СТЗ. Противник вышел на берег реки Волга. Любому, кто это читает, понятно, произошла катастрофа. Чуйков стоит перед выбором остаться в городе и, вероятно, погибнуть или переправиться за Волгу. Тогда в штабе Василия Чуйкова служил его младший брат Федор. Ту ночь командарм приказал ему переправляйся Федя на восточный берег. Эта ночь станет решающей. Я хочу, чтобы хоть кто-то из нас выжил. Он просил в случае его смерти передать письмо жене. Если продержимся, вернешь его мне, не читая, сказал Чуйков. И остался в городе. В Сталинград сдавать не собирались. В район завода баррикады из-за Волги перебрасывают стрелковую дивизию Ивана Людникова. Дивизия эта успела повоевать на юге Сталинграда и была изрядно обескровлена боями. В ней оставалось меньше трех тысяч бойцов. Однако прибытие дивизии Людникова помогает замедлить немецкое наступление. Врага удается отбросить от штаба армии. Войска Паулюса измотаны. Они не в состоянии поддерживать высокий темп наступления. 19 октября их натиск ослабевает. Падает боевой дух 6-й армии. Бойцы жалуются, что еще в августе командование обещало им отпуск и возможность убедиться с семьями. Старые фронтовики вспоминают Верденскую битву Первой мировой войны между французами и немцами, где им тоже приходилось месяцами сражаться за каждый метр земли. Но там под Верденом германские войска хотя бы жили в своих опасности. В условиях сталинградских боев смерть подстерегает немцев на каждом шагу. Немецкие солдаты перестают бриться и мыться. У многих обезвоживание, почти все страдают от пшеи. Один немецкий ефрейтор пишет домой так. Отец, ты часто говорил мне будь верен своим идеалам и ты победишь. Я не забыл твои слова, но сейчас скажу. Пришло время, когда каждый думающий немец должен наконец понять, что эта война полное сумасшествие. В первой половине ноября в Сталинград пришли морозы. Температура упала до минус 18 градусов. Волга замерзла, но не до конца. Переправляться на катере стало уже невозможно, а идти пешком по льду еще опасно. Это затруднило переброску подкреплений. Перевозить через реку боеприпасы тоже стало сложнее. Этим попыталось воспользоваться немецкое командование. 11 ноября начинается последнее большое наступление. Теперь гитлеровцы бьют по заводу баррикады. Он еще не был ими атакован. К вечеру им удается прорваться к Волге и тем самым отрезать дивизию Людникова. 62-я армия теперь разрезана уже не на две, а на три изолированные части. Больше месяца дивизия сражается в окружении на участке, который будет обозначен на картах как остров Людникова. Это совсем небольшой участок берега Волги, 700 метров в длину и 400 в ширину. Его защитники страдают от нехватки боеприпасов и продовольствия. Командир дивизии вводит жесткий 12 граммов крупы и 5 граммов сахара на человека. Пока не встал прочный лед на реке, их пытаются снабжать с воздуха, сбрасывая ящики с едой и патронами. Но занимаемой дивизии Людникова пятачок так мал, что попасть точно в цель очень сложно и часть грузов достается гитлеровцам. Однако к середине ноября наступление немцев снова захлебнулось. Гитлер пытается подбодрить солдат 6-й армии приказом, в котором заявляет. Мне известны трудности борьбы за Сталинград и упавшая боевая численность войск. Но трудности у русских сейчас при ледоставе на Волге еще больше. Если мы используем этот промежуток времени, мы сбережем в дальнейшем много собственной крови. Поэтому я ожидаю, что руководство еще раз со всей энергией, которую оно неоднократно продемонстрировало, а войска с искусством, которое они часто проявляли, сделают все, чтобы пробиться к Волге по меньшей мере у артиллерийского завода и металлургического предприятия и захватить эти части города. Я убежден, говорит фюрер, что этот приказ вызовет новое воодушевление в наших храбрых войсках. Приказ датирован 17 ноября. Через считанные часы после того, как его зачитают с замерзающим и изможденным бойцам вермахта, земля содрогнется советское контрнаступление, которому будет суждено изменить ход всей Второй мировой войны. Георгий Жуков и Александр Василевский были отправлены спасать Сталинград еще в конце августа. Может возникнуть вполне закономерный вопрос, что же они все это время делали? С самого начала военачальники понимали, переброской подкреплений на катерах через Волгу разгромить армию Паулюса не выйдет. Попытки пробиться к осажденному городу тоже не приводили к результату. Требовалось решение совсем иного масштаба. И такое решение создавалось в обстановке строгой секретности. По наиболее распространенной версии, датой рождения плана операции Уран было 12 сентября 1942 года. Эта версия опирается на воспоминания Георгия Жукова, которые были опубликованы после войны. Согласно им, в тот же день Жуков был вызван в Кремль на встречу со Сталином. Там же присутствовал и генерал Александр Василевский, начальник генштаба. Якобы именно на этой встрече и был придуман дерзкий план контрнаступления под Сталинградом. На карте боевых действий немецкая группа армии Б представляла собой клин, вбитый в Сталинград. На острие этого клина, то есть в самом городе, вели уличные бои наиболее подготовленные части 6-й армии Паулюс. С севера и юга их защищали товарищи не менее опытные и также закаленные в боях. А вот дальше у основания клина линию фронта держали подразделения попроще, в основном румынские армии. В предыдущих битвах Второй мировой они себя зарекомендовали мягко говоря не самыми отважными воинами. Румыны были слабым звеном в составе войск осаждавших румынских офицеров. Румыны жаловались, что командование обделяет их техникой. Несмотря на наличие у румын аж целой танковой дивизии, толку от нее было мало. Для нормальной эксплуатации танков требовались немецкие специалисты, да и качество самих машин было плохим. Совсем не налаженной была противотанковая оборона. Именно по этим мягким румынским флангам предложили ударить Жуков и Василевский, чтобы затем полностью немецкую группировку под Сталинградом и перевернуть ход уличных боев, при этом не бросая в собственно уличные бои дополнительные силы. Однако с этой версией есть проблемы. Например, никаких румынских армий на немецких флангах 13 сентября, когда Сталин якобы утвердил, план операции Урана еще не было, они появятся там позже, когда большинство немецких соединений отправят сражаться в город. С датой Жуков явно что-то напутал. Несмотря на это, общая картина последовавших событий от этого не меняется. Позже у Победы, как и всегда и бывает, появилось много отцов. Никита Хрущев, член военного совета Сталинградского фронта, рассказывал, что это была его идея. Командующий Сталинградским фронтом Андрей Еременко заявлял, что предложил ударить по флангам еще чуть ли не в августе. Если потребуется сталинским казакам ворошиловцам выступить на защиту вашего труда, мы пойдем бить по ворошиловски, по буденовски, по сталински. Но все-таки отметим роль Жукова, хоть его мемуарам и нельзя верить на сто процентов. Жуков антикризисный менеджер Второй мировой войны. Его всегда отправляли в самое пекло. под Ленинград, на западный фронт в дни прорыва противника к Москве. Теперь вот в Сталинград, затем под Ржев. Исправить ситуацию Жукова получалось не всегда, но в Сталинграде его план сработал. План этот был одновременно и простым, и масштабным. Основной удар должен был быть нанесен в более чем 160 километрах к западу от Сталинграда по направлению на юго-восток. Это настолько далеко от города, что основные силы вермахта просто не успели бы вовремя прибыть на помощь румынам. С юга должен был ударить по направлению на северо-запад Сталинградский фронт. Встреча советских армий планировалась в районе хутора Калач, где находилась важная переправа через Дон. Это привело бы к окружению всей немецкой группировки под Сталинградом. Успех должны были обеспечить танковые броски, для которых в район Сталинграда было стянуто около 60% всей танковой мощи Красной армии. Такого советская армия еще никогда не делала. Войскам двух фронтов предстояло совершить синхронный бросок больше, чем на 100 километров вглубь позиции противника. При этом важно было сохранить втайне от немецкого командования подготовку к столь масштабной операции. Обычно планы готовились так. В Ставке утверждался общий замысел операции, его доводили до командующих фронтами, те разрабатывали более детальные планы относительно своих фронтов и спускали на уровень армии, оттуда в дивизии и так далее. На каждом уровне возникало риск утечки информации к врагу. В случае с операцией Уран все было иначе. Ее детальная проработка шла только на уровне нескольких высокопоставленных генералов и работников штаба. К командующим фронтами и армиями информация о готовящемся наступлении попала лишь в конце октября или в начале ноября, причем в очень ограниченных объемах. В целях конспирации в армиях был сокращен радиотрафик. Приказы отдавались лично и не записывались. Вдоль Сталинградского фронта возводились оборонительные укрепления. На Воронежском фронте никак не задействованным в операции было приказано готовить оборудование для форсирования рек. Все это было спектаклем для немецкой разведки и он произвел впечатление на свою аудиторию. Немцы, если и ожидали наступления Красной Армии, то совсем не под Сталинградом, а под Ржевом, где вела бои группа армий Центр. Тем временем, к ноябрю на трех фронтах вокруг Сталинграда было собрано чуть более миллиона человек. В советском тылу под Сталинградом были накоплены значительные резервы и сформированы новые механизированные корпуса. Вечером 18 ноября дежурный офицер в штабе 6-й армии записывает в боевой журнал. По всему фронту никаких изменений. Дрейф льда на Волге слабее, чем накануне. Следующим утром 20 тысяч орудий и минометов ударят по немецким позициям. Начинается операция «Уран». Утром 19 ноября на степь обрушилась сильная метель. Видимость резко упала. От поддержки авиации пришлось отказаться. Впрочем, немецкая авиация тоже была обезоружена. Благодаря этому танковые колонны Красной Армии смогли спокойно останавливаться и заправляться в чистом поле, не боясь огня вражеской артиллерии. Русские мастерски пользовались плохой погодой, записал барон фон Рихтгоффен в своем дневнике. Ранним утром на румынскую третью армию возле города Серафимович обрушился удар танковых бригад Юго-Западного фронта. Около полудня 19 ноября линия обороны рассыпалась. Румынские части обратились в бегство. Многие из них сдались в плен почти в полном составе. Ликвидировать прорыв в теории должны были немецкие танковые части, стоявшие в глубине группы армии Б. однако на стороне Красной армии оказались не только погода, но и животные, а именно мыши-полевки. Все лето, пока вокруг Сталинграда шли бои, хлеб никто не убирал и он попросту осыпался в полях. Расплодились полевки. Когда наступили холода, все эти грузины отправились искать себе зимнее жилье. Некоторые мыши перебрались к людям, но из-за войны деревни опустили, дома сгорели, а люди ушли. Спасение для мышей нашлось в тылу 6-й армии, где стояли танковые дивизии. Топливо приходилось экономить, поэтому заводили танки нечасто, а для маскировки и сохранения тепла технику накрыли соломой. Это стало великолепным укрытием для замерзших полевок. Обустраивая себе жилища, они в качестве строительного материала использовали электроизоляцию, благодаря чему моторы танков пришли в негодность. Танковые дивизии Паульса и без того за время боев сильно поредели. У немцев был дефицит механиков водителей после приказа Гитлера отправить как можно больше солдат в Сталинград в качестве пехоты. Когда потребовалось срочно останавливать наступление Красной Армии, из 104 танков немецкой 22-й дивизии на ходу оказались только 31. Позже с большим трудом удалось завести еще 11 кое-как. Остальные усилиями мышей превратились в бесполезный металлолом. В общем, контрудар по войскам Юго-Западного фронта был легко отбит, а организовать более серьезное сопротивление Паулюс попросту не успел, потому что далеко не сразу понял, что вообще происходит. Хотя наступление началось в 7 утра 19 ноября, штаб-квартира 6-й армии была проинформирована о случившемся только в 10 утра. Судя по всему, хотя угроза была воспринята всерьез, смертельной ее никто не посчитал. Если бы не жуткая метель, масштаб советского наступления можно было бы разглядеть с воздуха. Паулюс находился в полном неведении. Он решил не перебрасывать все силы сострия Клина из города на фланги. И в то время, как на севере рассыпались румынские части, ударная группировка все еще вела уличные бои в Сталинграде. Паулюс и другие гитлеровские командиры так и не смогли понять замысла или масштаба операции Уран. Они полагали, что речь идет хоть о мощном, но все-таки локальном советском ударе, которых за последние месяцы было немало. Рихтгофен писал. Надеюсь, русские не доберутся до железной дороги главной артерии наших поставок. Он не догадывался, что Красная Армия стремится не то, что перерезать железную дорогу, а полностью окружить Шестую Армию. Только в 10 часов вечера 19 ноября через 17 часов после начала наступления Паульс начал спешно перебрасывать на запад войска из города. Одновременно армия Чуйкова в Сталинграде начала контрнаступление, чтобы эту переброску замедлить. Следующим утром 20 ноября на юге пришел в движение Сталинградский фронт. Советские войска прорвали оборонительные порядки 4-й румынской армии и устремились в сторону Калача. Ориентироваться в окутанной туманом степи было сложно. Видимость была настолько плохой, что командирам танковых экипажей приходилось ориентироваться лишь по компасу. Снег блокировал прицел, заметал смотровые щели. Однако погода также мешала и гитлеровцам. В наступившем хаосе в части из штаба приходили зашифрованные карты с указаниями, к которым не было ключей. Немецкие войска, не имея четких указаний, не имея возможности провести разведку с воздуха, метались из страны в сторону, а кольцо окружения тем временем сжималось. Советские армии рвались друг навстречу другу, спеша закрыть крышку котла, в котором Паулюсу и его войскам суждено было погибнуть. Ключевой частью операции был захват хутора Калач. Когда-то в нем действовала паромная переправа. В августе ее уничтожили отступающие к Сталинграду части 62-й армии. Немцы позже возвели рядом временный мост. Это был единственный в округе мост через Дон, достаточно крепкий для переброски техники. Калач находился глубоко в тылу. Мощной линии обороны вокруг него не было. В хуторе располагались вспомогательные и инженерные части, а также учебное подразделение вермахта, где солдаты и офицеров обучали штурмовать укрепления, вести уличные бои и бороться с советскими танками. В качестве учебного пособия использовались трофейные танки Т-34. Курсанты регулярно ездили на этих танках на полигон и обратно. Движущаяся по улицам колонна-34 никого в Калаче не удивляла. Вечером 21 ноября передовые части Юго-Западного фронта подошли вплотную к Калачу. Следующим утром на захват моста отправился небольшой отряд под командованием подполковника Георгия Филиппова. На пяти танках и нескольких грузовиках его бойцы спокойно, не скрываясь, включенными фарами въехали на мост и перебили охранявший его гарнизон. Судя по всему, немцы приняли танки Филиппова за свои учебные. К тому же они не ожидали увидеть противника так далеко от линии фронта. Да и отряд был совсем небольшой и потому не вызвал подозрений. Ну кто решится атаковать важнейшую переправу всего пятью танками? Гитлеровцы не успели опомниться, поднять тревогу или уничтожить подготовленный к взрыву мост. Отряд Филиппова захватил переправу, занял оборону и удерживал позиции до подхода основных сил. Мост сохранился в целости. На следующий день, 23 ноября, в районе хутора Советский встретились войска Юго-Западного и Сталинградского фронтов. Кольцо замкнулось. Момент этой встречи потом был специально воссоздан перед камерами. Новости распространились по немецким войскам. Казавшееся невозможным полное окружение 6-й армии стало реальностью. Немцы бежали к Сталинграду. Зачастую в панике. Ужасные сцены происходили у хутора Акимовский, где немецкие солдаты дрались друг с другом за возможность перебраться на восточный берег Дона. Слабых и раненых затаптывали. Немецкая военная полиция не могла восстановить порядок. Многие, рискуя провалиться под лед, пытались пересечь реку пешком. Провалившихся даже и не думали спасать. Наступающие советские войска встречали мирных жителей, женщин, детей и стариков, у которых немцы при отступлении отобрали всю зимнюю одежду. Военкор Василий Гроссман писал, что солдаты Красной Армии, обыскивая пленных гитлеровцев, находили на них женские платки, белье, даже юбки. У одного солдата нашли 22 пары шерстяных чулок. Внутри окружения начались конфликты. Румынские офицеры были в ярости, что немецкое командование бросило их на растерзание русским. Немцы обвинили румын в том, что они стали причиной катастрофы, сбежав с поля боя. Потом, правда, румынские части очень даже пригодятся. Лошади их кавалерийских подразделений станут основной едой для окруженной армии. Однако уничтожить гитлеровцев сходу не вышло. Армия Паулюса была все еще сильна, и окружение еще не означало ее разгрома. Победа в Сталинградской битве была советскому командованию отнюдь не гарантирована. Очень многое зависело от того, какие решения принимались как в самой 6-й армии, так и в ставке фюрера. Узнав об окружении, Гитлер тут же направил Паулюсу радиограмму, где утверждал, что сделает все возможное для возволения 6-й армии из котла. Фюрер требовал удерживать Сталинград и ждать помощи извне. Это было роковой ошибкой. Большинство высших офицеров самой 6-й армии, а также командование группы армии Б высказывались за попытку прорыва. Советское кольцо в конце ноября не было достаточно прочным. Но Паулюс привык подчиняться приказам сверху и не решился проявить инициативу. Это было роковым для него шагом, ведь вскоре Красная Армия замкнет еще и внешнее кольцо окружения и прорываться станет поздно. Кстати, несколькими неделями раньше, в начале ноября, другой германский генерал Эрвин Роммель, потерпев поражение в битве под Аль-Аламейном в Африке, нарушил похожий приказ Гитлера держаться до последней капли крови и отступил, чтобы избежать огружения англичанами. Никаких негативных последствий с точки зрения ждал освобождения. Операцию по снятию блокады Гитлер поручил своему лучшему стратегу Эриху фон Манштейну. Покоритель Польши и Франции должен был разгромить советские войска в Донских степях и вызволить коллегу из беды. Для этого Манштейну выдали целую группу армий Дон. В нее были переданы дивизии из Кавказа и из Подворонежа, а также свежие резервные части из Европы. Гитлер считал спасение 6-й армии настолько важным, что готов был пожертвовать дивизиями из своего неприкосновенного резерва. Сама 6-я армия тоже перешла под управление Манштейна. Подготовка операции «Зимняя гроза» заняла три недели. Манштейн, как всегда, решил действовать так, как не ожидал противник. Самым логичным было бы организовать наступление по прямой линии запада с Чирского плацдарма, откуда до Сталинграда было ближе всего. Но это был бы слишком очевидный ход. Советское командование готовилось именно к такому развитию событий. Поэтому Манштейн ударил с юга запада из района Котельникова. Он намеревался пробить коридор к Сталинграду и отдать Паульсу приказ «Донершлаг» «Удар грома». Получив такой приказ, 6-я армия должна была выходить навстречу Манштейну, ударяя в тыл советским войскам и разрывая кольцо изнутри. 12 декабря войска Манштейна перешли в наступление и прорвали внешнее кольцо. Советское командование бросило в образовавшуюся брешь все имеющиеся резервы, чтобы замедлить продвижение противника. К 20 декабря танки Манштейна оказались в 35-40 километрах от Сталинграда. Но затем темп наступления снизился, а потери немцев оборонительные линии, которые возвела спешно переброшенная под Сталинград свежая 2-я гвардейская армия. Приказ Донаршлаг Манштейн так и не отдал. А Паулюс прорываться без приказа снова не решился. Операция «Зимняя гроза» была свернута. Немецкие войска отступили. Случилось это 24 декабря, прям в рождественский сочельник, что стал дополнительным ударом по настроениям окруженных гитлеровцев. Но это были еще не все их беды. Еще до неудачи зимней грозы перед немецким командованием встал вопрос, как снабжать окруженную армию продовольствием и боеприпасами. Решение предложил рейхсминистр авиации Герман Геринг. Он пообещал фюреру, что 6-я армия будет получать все необходимое с воздуха благодаря воздушному мосту, который обеспечит силы Люфтваффе. Этот план был нереализуем изначально. В окружении находились больше 300 тысяч немецких солдат. Возможности для снабжения такой массы людей и поддержания техники в боевом состоянии у Люфтваффе просто не было. Но Гитлеру ничего не оставалось, кроме как довериться старому товарищу. Уже 25 ноября, через несколько дней после окружения, немецкая транспортная авиация начала совершать вылеты в Сталинградский котел. Самолеты взлетали с аэродромов Морозовска, Тацинской, Сталина, Донецка и других. И приземлялись на аэродромах Питомник и Гумрак. Они везли еду, боеприпасы, медикаменты. В обратную сторону вывозили раненых, а также письма от солдат Паулюса родным. Рабочими лошадками моста в основном были самолеты Юнкерс 52, устаревшие и тихоходные транспортники. Их свезли со всей Германии. На пике одновременно в строю находились почти 300 Юнкерсов и еще столько же самолетов других моделей. Но даже этой армады было совершенно недостаточно. Геринг считал, что Люфтваффе сможет доставлять в Сталинградский котел как минимум 300 тонн грузов в день. На деле 6-я армия редко получала больше 100 тонн в день, а в нелетную погоду она не получала вообще ничего. И это при том, что оценки необходимого ежедневного объема поставок, производимые самими офицерами 6-й армии колебались от 500 до 1000 тонн в день. Самолетов прикрытия для транспортников не хватало. Медленные неповоротливые Юнкерсы становились легкой добычей советских истребителей и зенитных орудий. Консервы и сигареты, предназначавшиеся для 6-й армии, падали на землю за пределами котла к огромной радости красноармейцев. В январе Красная армия начала сжимать кольцо окружения и пользоваться аэродромами Питомник и Гумрак стало невозможно. Снабжение 6-й армии стало зависеть от контейнеров, сбрасываемых с самолетов на парашютах, так называемых бомб снабжения. Немецкие солдаты выкладывались большими крестами на снегу, чтобы навести летчиков на место десантирования провианта. Когда с погодой было совсем плохо, с этой же целью в небо запускались сигнальные ракеты. Это был, конечно, отчаянный ход, ведь ракеты привлекали и советскую авиацию. Время от времени красноармейцы сами запускали сигнальные ракеты, и тогда бомбы снабжения доставались им. Дневники и письма гитлеровцев этого периода похожи на романы Ремарка об ужасах Первой мировой войны. Еще до окружения в начале ноября унтер-офицер Йозеф Шафштейн писал 2 ноября Ночью колоссальная деятельность авиации. Из головы не выходит мысль, что твой конец близок. Наши атаки безуспешны. Ротный старшина Лар убит. 3 ноября Унтер-офицер Фридрих убит. 8 ноября Снова и снова воздушные налеты. Никто не знает, будет ли он жив через час. В декабре его записи становятся еще более депрессивными. 2 декабря Снег Только снег Питание пакостное Мы все время голодны. 6 декабря Порции еще сокращены. 8 декабря С едой становится все плачевней. Одна буханка хлеба на 7 человек. Теперь придется перейти на лошадей. 12 декабря Сегодня я нашел кусок старого заплесневевшего хлеба. Это было настоящее лакомство. Мы едим только один раз, когда нам раздают пищу, а затем 24 часа голодаем. К середине января 43-го года идея с воздушным мостом провалилась окончательно. Германская авиация потеряла за эти два месяца почти 500 самолетов, а доверие фюрера Герингу было подорвано. Ведь несмотря ни на что Гитлер верил, что 6-ю армию можно будет спасти. Все неудачи на этом пути он списывал на нерадивость или даже на саботаж подчиненных. У советского же командования были насчет 6-й армии другие планы. Окружение должно было превратиться в ее разгром. В начале контрнаступления вокруг Сталинграда было три советских фронта Юго-Западный, Сталинградский и Донской. Юго-Западный и Сталинградский сыграли главные роли в операции «Уран», окружив 6-ю армию и не дав пробиться к ней войскам Манштейна. В январе 43-го пришла очередь Донского фронта. Его задачей было окончательно уничтожить войска противника. Образно говоря, Юго-Западный и Сталинградский фронт держали руки Паулюса, а Донской фронт должен был нанести ему смертельный удар. 8 января командующий фронтом Константин Рокоссовский направил Паулюсу ультиматум о купитуляции. В этом документе очень трезво и подробно описывалась ситуация. Воздушный мост не работает, пробиться извне к Сталинграду невозможно, положение окруженных отчаянное. Паулюсу предлагали сложить оружие, обещая личному составу жизнь, безопасность, лечение раненых, а после войны возвращение в Германию или отъезд в любую другую страну на выбор. Паулюс ультиматума не принял. Гитлер постоянно долбил его телеграммами с текстом «Стоять до конца» и заявлял, что, как и прежде, моим намерением остается удержать 6-ю армию в ее крепости в Сталинграде и создать предпосылки для ее освобождения. «Я был солдат», скажет Паулюс уже после войны, «и верил тогда, что именно повиновением служу своему народу». На самом же деле своим упрямством он обрекал на смерть тысячи своих солдат, которые могли бы вернуться живыми с этой бессмысленной для них битвой. 10 января войска Донского фронта атаковали оборонительные позиции гитлеровцев. Началась операция «Кольцо», завершающий этап Сталинградской битвы. Ослабевшая от двухмесячной блокады 6-я армия уже не могла оказать серьезного сопротивления. С запада ее гнали к Сталинграду войска Рокоссовского. В самом Сталинграде активизировалась армия Чуйкова, которая в январе начала освобождать квартал за кварталом. 12 января была вновь отбита у немцев высота 102, вершина Мамаева кургана. Отступление из степи привело к тому, что в разрушенном Сталинграде оказалось больше 100 тысяч немецких солдат. Большинство из них страдали от дизентерии, желтухи и других заболеваний. Как вспоминали выжившие, лица их тогда были как на подбор, зеленовато-желтого оттенка. Десятки тысяч раненых располагались в подвалах под развалинами города. Условия в этих наспех созданных импровизированных госпиталях были ужасающими. Хирургические операции проводились при тусклом свете ламп коптилок, изготовленных из гильз. Чистых перевязочных бинтов совсем не было. Любая дезинфекция была невозможной. Немецкие врачи вспоминали, как по телам раненых ползали орды в шеи. Когда человек умирал, в шеи в поисках живой плоти переползали на соседние койки. У входов в такие госпитали росли горы замороженных трупов. Деление на дивизии и полки перестало иметь какое-то значение. От некоторых дивизий осталось едва ли дюжина солдат, способных сражаться. Танков и тяжелых орудий тоже почти не осталось. Вместе с вооружением исчезла и дисциплина. Обергефрейтор Арно Беец пишет невесте. «Как чудесно могли бы мы жить, если не было этой проклятой войны. А теперь приходится скитаться по этой ужасной России. И ради чего? Когда я об этом думаю, я готов выйти от досады и ерости». 26 января в районе Мамаева Кургана танкеры Косовского встретились с дивизией Бутюка, которая все эти месяцы сражалась за высоту 102. Роли изменились. Теперь советские бойцы давили, а немцы отбивались от них в развалинах города. Соединение советских войск рассекло армию Паулюса на две отдельные группировки. Между ними не было никакой связи. Северная была зажата в цехах Сталинградского тракторного завода. Южная в центре города. Там находился и Паулюс и большинство старших офицеров. Они укрылись в подвале центрального универмага. Над главным входом висело знамя со свастикой. 30 января в годовщину захвата власти Гитлером в сталинградских подвалах играло радио. Солдатам включили поздравительную речь Геринга, сравнившего 6-ю армию со спартанцами в фермопилах. А штаб Паулюса отправил Гитлеру две радиограммы с пожеланиями долгих лет жизни любимому фюреру, отмечая, что свастика все еще реет над руинами Сталинграда. Но тем же днем в донесении фюреру Паулюс сообщил, что в течение считанных часов его армия будет сокрушена. А за несколько дней до того он просил Гитлера позволить ему сдаться, учитывая полное отсутствие боеприпасов и продовольствия. Но в ответ Паулюс получил отказ. В ночь с 30 на 31 января Гитлер, как будто споря с самой реальностью, произвел Паулюсу в фельдмаршалы. Командующий 6-й армией Правда, повышение это он получил не просто так. Гитлер напомнил Паулюсу, что еще ни один немецкий фельдмаршал не попадал в плен. Намек был ясен. Фюрер призывал своего новоиспеченного фельдмаршала совершить самоубийство или умереть в отчаянной атаке. Услышав о своем повышении, разъяренный Паулюс заявил, я не доставлю им этого удовольствия. Паулюс не был идейным нацистом. Прежде всего он был исполнительным и верным своему долгу немецким офицером. Гитлер предал его, запретив отступать, прорываться и сдаваться, бросив без поддержки в снежном оду Сталинграда. А теперь еще и предлагал застрелиться во имя вождя. Гитлер, в отличие от Паулюса, был не офицером, он был сумасшедшим фанатиком. Он видел войну с Советским Союзом как оборонительный фронт для спасения западного мира. Он считал, что Сталинград станет самой героической драмой немецкой истории. С его точки зрения самоубийство Паулюса было бы подходящим концом для воплощения в реальность греческой трагедии. Стреляться Паулюс не собирался, но, несмотря на то, что других вариантов уже не оставалось, до последнего откладывал решение о сдаче в плен. Собраться с мыслями ему помогли подошедшие к немецкому штабу части Красной Армии. Ранним утром 31 января старший лейтенант Федор Ильченко стоит на посту. За несколько дней до этого к нему привели пленного немецкого офицера, который поведал, что управление войсками ведется из подвала универмага на Красивой площади. Так гитлеровцы называли площадь павших бойцов. Красная армия окружила площадь и теперь Ильченко внимательно наблюдает в бинокль за зданием центрального универмага. Около 7 часов утра старший лейтенант замечает в оконном проеме офицера, машущего белым флагом. Паулюс сдается в плен. Ильченко вместе с переводчиком и несколькими бойцами пересекает площадь и входит в здание. Они узнают, что Паулюс и в самом деле там и готов обсудить условия сдачи. Однако капитулировать перед старшим лейтенантом фельдмаршалу обидно. Арестовывать Паулюса приезжает начальник штаба 64-й армии генерал-майор Иван Ласкин. Он входит в кабинет Паулюса. Фельдмаршал ходит по небольшой подвальной комнате, заложив руки за спину. Ласкину, командующий 6-й армии, напоминает загнанного зверя. В лицо его было бледно. Он смотрел на нас усталыми глазами. Я объявил его пленником. Паулюс подошел ко мне и высоко подняв правую руку на скверном русском языке произнес «Фельдмаршал германской армии Паулюс сдается Красной армией в плен». При этом Паулюс отказывается отдавать своим солдатам приказ сложить оружие. Теперь он обычный военнопленный, а его генералы подчиняются непосредственно Гитлеру. Стрельба в городе будет слышна еще несколько дней. Последняя группировка гитлеровцев сдастся 2 февраля в развальных заводах Красный Октябрь. Их капитуляцию примет лично Чуйков. В тот же день воздушная разведка Люфтваффе проведет осмотр города. В середине дня немецкому командованию будет передано радиосообщение одного из пилотов. Никаких признаков боевых действий в Сталинграде нет. Сталинградская битва завершилась. 23 августа 1942 года после варварской бомбардировки Сталинграда военный фотограф Эммануил Евзерихин сделал вот эту фотографию. Возле вокзала того самого за который будут идти страшные бои на фоне разрушенных домов стоит фонтан с фигурами детей окруживших крокодила. Этот фонтан появился в Сталинграде в середине 30-х. Его композиция была видимо аллегорией на стихотворение Корнея Чуковского в котором герои боролись с крокодилом проглотившим солнце. Эй вы звери выходите крокодила победите чтобы жадный крокодил солнце в небо воротил. Фонтан стал своеобразным предсказанием случившегося в Сталинграде. 200 страшных дней и ночей длилась эта битва. Она превратила цветущий город в дымящиеся развалины ставший могилой для сотен тысяч человек. В том числе детей. Но взятый в кольцо крокодил был вынужден все-таки вернуть людям солнце. для Сталина 91 тысяча военнопленных в том числе 22 генерала были трофеями куда более ценными чем любые нацистские знамена и орудия. Паулюса первого в истории немецкого фельдмаршала попавшего в плен предполагалось использовать в пропагандистских целях. Живой Паулюс был ударом по репутации вермахта и всей нацистской Германии. Поначалу фельдмаршал находясь в состоянии шока отказывался общаться с приехавшими из Москвы журналистами. С ним договорились так интервью давать не обязательно но показать себя придется. Кадры должны были послужить доказательством что Паулюс не совершил самоубийство. Ведь многие в Германии думали что совершил. Геббельс спустил в ход все свои ресурсы чтобы убедить страну в том что герои Сталинграда все как один сложили головы на благо великой цели. Никто не думал что десятки тысяч солдат и сам фельдмаршал попадут в руки большевиков. С немецким генералитетом советские власти обойдутся подчеркнуто вежливо. Паулюса напоминаю основного разработчика плана на нападение на СССР вообще поселят на подмосковной даче в статусе даже не военнопленного а гостя советского правительства. У него будут личный повар врач и адъютант. Паулюс будет участвовать в нюрнбергском процессе как свидетель обвинения а после смерти Сталина уедет в ГДР. Он скончается 1 февраля 1957 года спустя 14 лет и один день после того как его арестовали в подвале Сталинградского универмага. Низшим офицерским чинам повезет намного меньше. Многие из них погибнут в конвое по дороге в лагеря или уже в самих лагерях от ТИФа, дифтерии, цинги. Хуже всего конечно придется рядовым солдатам вермахтов. В Сталинграде в плен сдались десятки тысяч человек, которые уже находились на грани голодной смерти и никто не готовил заранее для них продовольствия. Поэтому поначалу военнопленные вообще не будут получать пайков. Некоторых застрелят из мести, многие погибнут на этапе и на принудительных работах. Из 91 тысячи солдат 6-й армии, сдавшихся в феврале в плен, до весны по разным причинам не доживет половина. Артиллерист Вигант Вюстер, потопивший бронекатер, уцелеет в лагерях и позже вернется в Германию. Он доживет до глубокой старости, напишет несколько книг про ад Сталинградской битвы и скончается в 2017 году, за несколько месяцев до того, как БК-31 обнаружат и поднимут со дна Волги. Вольфранд фон Рихтгофен, чьи самолеты разнесли в щепки мирный город, в 45-м году умрет от опухоли мозга. Дивизия Ивана Людникова, больше месяца обронявшая клочок земли на берегу Волги, закончит свой боевой путь в Праге. Сам Людников весной 45-го года будет штурмовать Кёнинсберг, а летом отправится в Манчжурию завершать Вторую мировую войну победой над Японией. Александр Радимцев, чья дивизия спасла Сталинград своим отчаянным броском из-за Волги, дойдет до Берлина. В апреле 45-го его гвардейцы на другой великой реке Эльбе встретятся с американскими союзниками. Пройдут всю войну Яков Павлов и Иван Афанасьев, державшие оборону в доме на площади 9 января. Встретит победу и киевлянин Федора Ильченко, взявший в плен самого Паулюса. Генерал Иван Ласкин, формально принявший капитуляцию Паулюса, вскоре будет арестован. Выяснится, что в августе 41-го года, выходя из окружения у Днепра, он несколько дней провел в немецком плену, а потом смог бежать. Чудовищное преступление. Ласкину сломают карьеру, 9 лет он проведет за решеткой, только после смерти Сталина его отпустят и реабилитируют. Николай Батюк, сражавшийся за Мамаев Курган, умрет в июле 43-го, недалеко от украинского города Славянск. Не выдержит сердца. Годом спустя в белорусском Волковыске погибнет Виктор Желудев, тот, кто плечом к плечу со своими десантниками отбивал тракторный завод. 64-я и 62-я армии станут 7-й и 8-й гвардейскими армиями. Со своей армией Василий Чуйков пройдет через Украину, Польшу и Германию. 2-го мая 1945-го года он примет капитуляцию берлинского гарнизона вермахта. После войны Чуйков станет маршалом и главкомом сухопутных войск, членом ЦК КПСС. Он войдет в состав высшей номенклатуры со всеми положенными привилегиями, включая право на погребение в Кремлевской стене. Однако, незадолго до смерти Чуйков попросит похоронить его в братской могиле на Мамаевом Кургане. С того места, напишет он, слышится рев Волжских вод, залпы орудий и боль Сталинградских руин. Там захоронены тысячи бойцов, которыми я командовал. Там он и был захоронен. Сражение на Волге кардинально изменило ход и характер всей Второй мировой войны. Советские войска начали полномасштабное наступление, взяв инициативу в свои руки и остановились уже только в Берлине. Примерно так заканчивался бы стандартный рассказ про Сталинградскую битву. И все это абсолютная правда. Но человек, знакомый с историей, может задаться вопросом. Почему, например, победа под Москвой не стала коренным переломным моментом в войне, а Сталинград стал? Почему Красная Армия, попадавшая в страшные котлы, не потеряла способности вести стратегические наступления, а гитлеровцы потеряли? Да, катастрофа Шестой Армии стала серьезным ударом по вермахту. За все время Сталинградской битвы Германия и ее сателлиты потеряли по разным оценкам около миллиона человек, опытных солдат, которых невозможно заменить свежемобилизованными. Армия Гитлера осталась без нескольких тысяч танков, артиллерийских орудий, самолетов. Немецкая промышленность была не в состоянии восполнить эти потери в короткий срок. Но все же стоит помнить, что отдельная битва никогда не покажет полные картины происходивших тогда событий. Сталинградскую битву нельзя рассматривать в отрыве от других сражений Второй мировой. В те же дни, когда войска Рокасовского добивали остатки армии Паулюса, американцы успешно завершали битву за Гуадалканал, которая обезопасила советский Дальний Восток от посягательств японцев. В Африке под ударами англичан терпел поражение за поражением легендарный лист пустыни Эрвин Роднель. Дела у Гитлера шли из рук вон плохо. В январе 43-го года в Касабланке состоялась конференция союзников. На ней не было представителей СССР, поэтому в нашей стране эта встреча не так известна, как конференции в Тегеране, Ялте и Потсдаме. В столице Марокко впервые прозвучало требование безоговорочная капитуляция. Эти слова лучше всего описывали случившийся перелом. Теперь, после побед в Африке, на Тихом океане и в Сталинграде возможность завершить войну мирным договором с Гитлером не рассматривалась даже теоретически. Победа в Сталинградской битве вызвала воодушевление у всех, кто сражался против нацистов. Король Великобритании Георг VI поручил выковать специальный меч защитникам города в знак благодарности британского народа. На клинке на русском и английском языках написано гражданам Сталинграда крепким как сталь. Варшавские подпольщики писали слово Сталинград на стенах домов. Во Франции действовали два партизанских отряда, получивших название Сталинград. После войны французы увековечат Сталинградскую битву на картах своих городов. Наиболее известная станция метро площади Бульвар Сталинград в Париже. Но улицы, проспекты и набережные с таким названием есть еще в Лионе, Нанте, Ницце и многих других городах. Дело в том, что именно побежденная в Сталинграде шестая армия вошла в Париж в июне сорокового года. Правда, тогда я ее командовал не Паулюс, а Вальтер фон Рейхенау. Многочисленные французские рю и плац Сталинград благодарность за отмщение. В самой Германии был объявлен трехдневный траур. До тех пор власти старательно делали вид, что ничего особенного не происходит. Война идет где-то далеко и не касается обычных немцев. Но скрыть от общества потерю целой армии было невозможно. В январе, пока части Паулюса продолжали умирать в окружении, Гитлер подписал указ о тотальной мобилизации как мужчин, так и женщин. Речь шла не только об отправке на фронт, но и о принудительном распределении на военные заводы. 18 февраля 1943 года Геббельс, выступая в Берлинском дворце спорта, объявил о начале тотальной войны. Сработало это слабо, и нацистам, как мы знаем, не помогло. Уже очень скоро берлинцы забудут о развлечениях и сытных ужинах. В их жизнь войдут голод, холод, звуки воздушных тревог и зарево пожаров. От склонов Мамаева-Кургана до стен Рейхстага 2000 километров. Преодолеет их Красная Армия еще не скоро. Но первый шаг, самый важный и самый сложный, уже сделан. Редактор субтитров А.Семкин